Мы не верим в это! Вы обманываете людей еще раз! Давайте еще раз! Подстанция скорой медицинской помощи. Бобруиск начало первого дня. Фельдшеры, врачи, водители что-то возмущенно обсуждают прямо на парковке. Недопонимание возникло после того, как сотрудники скорой медицинской помощи в расчетных листах не увидели сумму, которая прописана в 131 указе президента. Люди недовольны. Мы все рискуем жизнями, своим здоровьем, выходя на работу и находясь сутки в тесном коллективе. Среди наших работников на данный момент имеются ковид-подтвержденные случаи. Очень много отрицательных результатов. И людей ведут пневмонии. И выявляется пневмония. По моему мнению, ну может быть я не эксперт, но сейчас правильно расценивать, что любую пневмонию – это как ковидная пневмония. Яблоком раздора стала неправильная трактовка указа. Многие рассчитывали на доплату 1-3 тысячи рублей. Хотя в документе черным по белому сказано – оплата посменная. Надбавки же положены лишь тем, кто работал с опасными инфекциями ковидными пациентами или контактами первого уровня, подтвержденными, уточняется в разъяснениях Минздрава. В указе прописаны конкретные суммы, но приходило очень много разъяснений. Министерство здравоохранения, где были даны разъяснения, что в зависимости от отработанных смен, согласно табеле работы, выплачивались вот эти надбавки. На возмущение персонала, в котором, к слову сказать, немалая часть водителей, мигом отреагировали власти. Запланированная встреча председателя горисполкома Александра Студнева и медработников прошла в центральной больнице. Пообщаться с теми, кто сейчас на передовой, приехал и глава облздрава Александр Старовойтов. Указ разложили по полочкам. Кому и сколько. Медработники охладили пыл. Во всей республике, да и в Могилевской области существует методика того, что кому бы ты не оказывал медицинскую помощь, ты должен быть готов к столкновению с коронавирусной инфекцией, соответственно, применять средства индивидуальной защиты и оградить себя от заражения. Видео со смартфонов недовольных сотрудников подстанции тотчас разлетелись по соцсетям. Инцидент в Бобруйске попал в заголовки СМИ. Некоторые издания поспешили написать лишь про тех медработников, кто возмутился. За кадром остались довольные размером надбавок. Особенно ретивые акулы пера и вовсе запестрили псевдосенсациями. Копья полетели в сторону коллег из белтелерадиокомпании. Мол, медики возмутились съемками сюжета. На деле корреспонденты честно выполняли журналистский долг. Приехали объективно осветить инфоповод. 36 часов, как положено, оплатили. Сколько работало, столько и оплатили часов. Доплаты были произведены всем сотрудникам скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь пациентам с подтвержденным COVID-19 или пациентам, которые оказывали медицинскую помощь контактам первого уровня. Надбавки при разовом контакте с зараженным пациентом начисляются по сменам. В один голос твердят специалисты. Максимальное поощрение положено лишь тем, кто сражается с коварной болезнью непосредственно на передовой. По этому поводу сегодня высказался и глава Минздрава Владимир Караник. Те, кто действительно 10 дежурств постоянно занимался оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной аффекцией, то, кто на одном дежурстве осуществил перевозку этого пациента, ну, по-моему, несправедливо о том, что они получат абсолютно одинаковые доплаты. Здесь мы выполняем принцип социальной справедливости и жесткого следования указа президента. То есть все, кто контактировал с этими пациентами, получат доплату. Минимально – это смена. Максимально – это за полный месяц работы. На борьбу с заразой и поддержку медикам брошен и без того колоссальный ресурс. Персонал поддерживают и словом, и делом. Это при том, что статьи городского бюджета на остальные сферы никто не отменял. Казна не резиновая. К слову, за апрель 2020-го на выплату надбавок сотрудникам скорой медицинской помощи выплачено чуть более 37 тысяч рублей. Ситуации бывают всякие. Такова жизнь. Важно помнить – всегда можно найти выход. А если происходит недопонимание на уровне организации, стоит помнить – с вопросами и проблемами всегда можно обратиться и в Бобруйскую центральную больницу, и Бобруйский горисполком. Без ответа не останется ни одно обращение. Мария Бересневич, Николай Силков, Владимир Гребеневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.